Продолжение следует... Добрый день! Я следующий докладчик Владимир Майков. Тема музык, вдохновение и творчество. Перед тем, как я буду что-то рассказывать, я хотел кое-что показать. Такой коротенький, немного аллегорический сюжет, который называется «Блохи». Для тренировки «Блох» нужна стеклянная банка и крышка. «Блох» помещают внутрь банки и закрывают свет. Затем оставляют на три дня. Когда же банка открывается, ни одна блоха не может выпрыгнуть из нее. На самом деле, «Блохи» никогда уже не смогут прыгнуть выше уровня, установленного им крышкой. Их поведение теперь неизменно до конца жизни. И даже при размножении, их потомство будет следовать их примеру. Выйдите из круга и живите, не ограничивая себя воображаемой крышкой. Мне кажется, эта притча, она, конечно, не только о «Блохах», а вообще о той ситуации, в которой мы живем. Когда мы говорим о творчестве, мы подразумеваем нас, конечно, как творящих. Потому что мы интересуемся творчеством, мы меняем мир. И если осмотреться кругом, посмотреть на свою одежду, на эти гаджеты, которые помогают нам проникать в тему семинара, то, вообще-то говоря, все это создано нами. Все это продукты творения. Когда-то, много-много, десятков тысяч лет назад, мы оторвали вот эти вот передние конечности от почвы, и они освободились. Возникло существо, которое называют Homo erectus, человек прямоходящий. И мы стали эти руки чем-то занимать. Как говорил классик марксизма, рука – продукт и орган труда человека. Но вот проявленная свобода, прямохождение и новые возможности, они позволили нам, в конце концов, через много тысячелетий, создавать все, что нас окружает на этой планете. Все это создано нами. С помощью наших рук. Ну так, если вот суммировать. То есть наша душа сотворила мир. И это один пункт, который я хотел бы фиксировать в самом начале. Второй пункт, который я хотел бы также зафиксировать – это, ну а каким должен быть мир, чтобы в нем был возможен такой феномен, как творчество? И для кого вообще это творчество, как творчество существует? Для кого существуют все эти перемены, ну связанные, скажем, с нашим взрослением? Мы проходим различные возрастные этапы, различные кризисы, которые хорошо изучены в современной психологии. И хотим мы или не хотим, мы меняемся. А если мы соучаствуем в этом процессе своего собственного развития, своей собственной эволюции, направляем его, вкладываем туда ресурсы своей жизни, свою энергию, свои мысли, чувства, оттачиваем инструменты своего собственного развития, развиваем способности, знания, умения, то этот процесс происходит гораздо больше. Тема изменений и в более точном смысле тема творчества – это, наверное, вечная тема. И мы можем найти ее в самых древних свидетельствах существования человека на этой планете. Ну, если посмотреть назад на нашу историю, ну вообще-то говоря, мы не обладаем какой-то потрясающей проницательностью в этом отношении, потому что существует, во-первых, ограниченное количество свидетельств, они сохранились по-разному, они всегда отпираются пристрастно для подтверждения тех или иных точек зрения, которые бегают с теми или иными гипотезами, или даже концепциями, теориями научными. Но есть некоторые инварианты, в отношении которых согласны все ученые, инварианты, свидетельства. Ну, вот одним из таких инвариантов, во-первых, я считаю точку, которая соотносится с шаманизмом. Примерно, примерно, точно сказать нельзя. Сорок или пятьдесят тысяч лет назад, где-то вот в этом интервале возник феномен, который называют шаманизмом. По меткому определению Мерчеляда, шаманизм – это архаичная техника экстаза. Так называется его основная книга. То есть мы выходим из стазиса, другими словами. Это древнее искусство, древняя практика, древнее знание, и избранники человечества, избранники духов, по меткому выражению, выдающиеся в исследовании шаманизма Владимира Басилова, были предназначены племенем для того, чтобы служить ему через эти практики. Выхода на прямой контакт с духами. Получение от духов совета, получение знаний, точных указаний для того, чтобы помогать племену. И вот, мне кажется, эта структура шаманского опыта, она отражает очень важный момент, который присутствует в любом акте творчества, творения. Каким бы ни было это творчество, творчество в рамках какого-то канона, когда, скажем, музыкант исполняет классическое музыкальное произведение, или актеры в театре играют пьесу, которая уже написана, все равно форма, создаваемая произведением или написанной пьесой, предполагает прочтение этой музыки, исполнение прочтения этого текста, и творчество вносится человеком, который исполняет произведение искусства. Как говорил Арни Минделл в одной из своих книг, в каждом из нас есть шаман. В те моменты, когда мы решаем вопросы, когда мы один на один с миром, когда нет никаких рецептов, в нас пробуждается этот древний архетип. И в этом смысле шаман – это решатель проблем. Шаман – это тот, кто в самый первый раз, это тот, кто творит в каком-то смысле из ничего и приносит это новое в человеческий мир. Ну, если мы посмотрим на первые существующие произведения творчества, то опять-таки в этом отношении существует консенсус. Это, во-первых, пещерная живопись, которая так же, как и шаманина, где-то 40-50 тысяч лет назад. Самые старые произведения пещерной живописи происходят из этого времени. Точнее сказать, нельзя. Я знаком с некоторыми исследованиями, в которых обобщены все известные на данный момент произведения пещерной живописи. Где-то вот 50 тысяч лет назад и где-то вот 7-8 тысяч лет до нашей эры. Потом пещерная живопись в основном исчезла как феномен. Ну, потому что появились другие возможности творить, создавать мозаики, древние города и украшать их. А также творить в скульптуры, в произведения бытового искусства, посуда, орудия всевозможные. Также не безинтересно отметить, что, например, согласно исследованию Грэма Хеннека, у него есть такая книга, которая называется «Сверхъестественная», посвященная целиком древним памятникам пещерной живописи. Вот согласно Грэму Хеннеку, пещерная живопись связана исключительно с необычными состояниями сознания. Он на 800 страницах своей книги проводит многочисленные свидетельства, доказывающие эту точку зрения. Необычное состояние сознания, по одной из гипотез, они вызывались психоактивными растениями, которые попали в пищевые цепочки древних людей и использовались для этих целей. Третий феномен, в отношении которых тоже много исследований и существует согласие, это древнейшие погребения и те предметы, которые в них обнаружены. В свое время, когда я заведовал гуманитарным отделом журнала «Природа», это середина 80-х годов, я опубликовал статью советского исследователя из Института этнографии Смирнова, который как раз специализировался на древнейших погребениях. И вот на 85-й год он исследовал все известные древнейшие погребения, описал их. И я помню, как меня поразил тот факт, что сотни тысяч лет хомо сапиент уже существовал. Ну, был хомо, неандертальцы, генисийский человек. Сейчас много гипотез, они противоречат в отношении антропа, социогенеза, происхождения современного человека. И тут тоже далеко не все понятно, но, тем не менее, где-то 2 миллиона лет назад уже были неандертальцы, и стали и другие виды человека. И, тем не менее, люди не хоронили своих усопших. Не обнаружены древнейшие погребения. Останки беспорядочно разбросаны в тех местах, где жили люди. А 50 тысяч лет назад люди стали заботиться о своих усопших. И эти погребения изучены, они определенным образом ориентированы. В древних могилах находятся предметы, которые окружали этих людей, которые они использовали, которые они уже создают. Это что касается самой древней, известной нам части человеческой истории и связи человека с творчеством. То есть тут мы можем отметить связь творчества с древнейшими практиками ритуала экстаза, с шаманизмом. И, по сути дела, каждый шаман в своем, в шаманском ритуале, в камлании, он выходил в необычное состояние. Вот я хочу показать маленький кусочек древних шаманских ритуалов. Это вот на конференции международных по изучению шаманизма. Это алтайская шаманка, это якутский шаман Афанасий и хакасская шаманка. Дальше, это бурятский шаман, знаменитый Баир. И здесь он показывает участникам конференции, это международная конференция по изучению шаманизма, как он призывает дух дедушки, который входит в него. То есть во время этого ритуала, нисхождения духа дедушки, дух дедушки входит в шамана, который находится здесь сейчас, в этом времени и место, и через него начинает совершать некое деяние. Баир там говорил матку правды, он даже сказал что-то такое молодой алтайской шаманке, что она испытывала смущение. Ну и ставил диагноз людям, не он сам, а дух в нем. Традиционный дух, которого дедушки, который великий шаман, и которого он предоставил свое тело для того, чтобы... Дедушка давно умер, но дух его живет и проявляется через действующего шамана. Затем был еще один очень интересный ритуал, когда здесь знаменитый алтайский шаман Афанасий, дедушка за 70 лет уже, седой, немощный, и был в традиционной одежде, которая килограмм 20 весу, наверное, тяжелая одежда, и потом вошел в шаманский транс, и как молодой стал бегать, прыгать, петь... Это начало транса. Это не Афанасий, это его помощница. Это другой шаман, который известный, которого зовут Николай Оржак. Много лет назад я познакомился с ним на квартире Веры Сажиной, известной шаманки. Меня познакомил с ним главный исследователь шаманизма и шаман, Мангуш Барахович Кемен Лапсан. И вот Вера Сажина, которая будет сегодня выступать, московско-тувинская шаманка, и Николай Оржак провели обряд надо мной, помогая расчистить пути. У меня там были тогда проблемы с издательством. И вот тогда Николай впервые запел. Я услышал его божественный, обертонный голос, минут сорок бился до транс. И действительно, я не знаю как, почему, но пути были расчищены. Я смог издать книжку Мангуш Бараховича, Кемен Лапсана, тувинские шаманы. Ну, может быть. Ну и какие-то там проблемы тоже были решены. Это Николай Оржак. Я стал приглашать его на свои семинары, провести ритуал тоже, вот очищение пространства. И попросил обучить нас целительному звуку. Ну, в каком-то смысле я стал крестным отцом в этом плане. И с моей легкой руки Николай Оржак сейчас ведет семинары на всех континентах. Он очень востребован, великий мастер пения. Это молодой, 20 лет назад. Чтобы тебе плохо... Если хочешь, пусть шамана сказать, например. Он как бы действует так, и энергетически... Он рассказывает вот о своем внутреннем мире шамана, лаборатория. Вот это уже ритуал. Прекрасно. Это сзади я молодой, еще тогда худой, еще не седой. Только шаманиваю. Значит, если сделать такой большой переход, не вдаваясь подробностей от шаманизма, к следующей человеческой формации большой, которая называется язычество. И посмотрите, что там изменилось в отношении творчества. То, ну, широко исследовано, хорошо исследовано несколько форм язычества. Ну, очень хорошо исследовано греческое, римское язычество, славянское язычество. Много работ на эту тему можно найти. И поскольку в России христианство только всего лишь тысячи лет назад, то очень много следов древних ритуалов, обрядов сохранились. И вообще православие, оно пронизано древним славянским язычеством. Очень хорошо изучено балтийское язычество, кельтское язычество. Ну, естественно, те формы язычества, которые были в Древнем Египте, в Сирии, в Месопотаме. Много памятников искусства. Я сейчас сконцентрируюсь на двух основных формах язычества. Это Древняя Греция и российское, славянское язычество. Древняя Греция. Именно оттуда пришло представление о связи человека с богами и о посредниках. Ну, во-первых, если вы обратите внимание на Илиаду и Одиссею Гомера, то она вся наполнена историями о том, как герои внимают богам, как боги дают им наставления, советы, они слышат голоса, и под влиянием этих голосов действуют. В своей известной книжке «Происхождение сознания из краха двухпалатного мозга» известный американский философ и филолог, исследователь Древней Греции. Ты не помнишь, как называется эта книга «Происхождение сознания из краха?» Кто автор, вернее, двухпалатного мозга? У меня вылетело из головы сейчас его имя. Ну, неважно, я вспомню чуть попозже. Вот он исследовал Древнюю Грецию и сделал парадоксальный вывод, имеющий отношение к теме нашей конференции. Он сказал, что с точки зрения современной науки мы могли бы назвать древнегреков шизофрениками. Потому что, согласно, по крайней мере, текстам «Илиады» и «Одиссеи», в Древней Греции присутствуют четыре клинических критерия современных для шизофрения. Первый критерий – это слуховые и словесные гарюснации. Все греки слышат голоса и видение имеют. Дальше второе – отсутствие «я» индивидуального. Это вот тоже классического шизофреника «нет я». Он находится в потоке постоянно. Нет коренной идентификации. Вечно все меняется. Третье – это связано с чувствами «я» отсутствует – «история». То есть нету вчера, завтра, сейчас – все сплошное, вечно длящиеся переживания, настоящие моменты. Которые, кстати, в духовных традициях считаются высшим этапом развития тоже. Знаете, от тотального безумия Древней Греции к современной рациональности и потом обратно куда-то. Одной из характеристик, которая является вечно длящейся настоящей. Интересное, по крайней мере, в языке, если об этом задумываться, парадоксальное представление. И таким образом, одна из таких вызовов, которые бросил этот автор с современным представлением, состоит в том, что у начала современной европейской, по крайней мере, цивилизации истории лежит глобальная шизофрения. Затем, отвечая оппонентам, он исследовал и другие известные памятники, ну, в частности, веды. И обнаружил, что в главных мандалах вед, то есть они разбиты на мандал разные, 12 мандал, существуют великолепные переводы Таисии Елизаренко, нашего известного санскритолога в серии литературной памятники, и все это изгодно. И, по сути дела, древние веды состоят тоже из обращений и взаимодействия людей с богами. Тоже та же самая структура, которая была раскрыта в Ильяде. И это, во-первых, говорит о таинственной связи безумия и творчества. Помните, в Булгакова, говорит, сударь шизофрения, то есть вот и вообще эта тема, она будет темой нашего круглого стола, она является весьма и весьма важной, тревожной, вызывает большой интерес, опасения. Почему вот так близко на протяжении известной истории человечества сосуществует безумие и творчество? Чезаро и Ламброзо, один из первых основателей криминалистической психиатрии, итальянский психиатр, на эту тему писал книгу и первый как-то вот ввел ее в современную психиатрию, гениальность и помешательство, безумие и творчество. И эта тема присутствует. Еще Платон говорил о том, что мы от богов получаем знания. И существует весь богов, и благодаря вот этой связи человека и бога мы вдохновляемся и творим. И существуют посредники, согласно Древней Греции, между человеком и богом, и они называются музами. И, кстати, в Древней Греции существует достаточно четкая классификация. Вот если посмотреть из Википедии, муза, то есть мыслящие в переводе с греческого, дочери Зевса и Титаниды, мнемозины, либо дочери Гармонии, а это богини музы. Вот это уже слово производит музыка от муз. И впервые музы упомянуты в Илиаде и Одиссея. Какие музы и чему они покровительствуют? Калиопа – это поэзия, эпическая поэзия. Эфтерна, эфтерпа, вернее, лирическая поэзия и музыка. Видите, поэзия и музыка. Дальше, Мельпомена – это трагедия. Талия – комедия. Эрата – любовная поэзия. Полигимния. Пантомима и гимны. Терпсихора. Вот Ирина Корис, наверное, вдохновляется терпсихорой больше. Там танцы, биоэнергопластика. Значит, Клио – муза истории. И Урания – муза астрономии. Ну и говорится о том, что каждый великий художник вдохновляется этими музами. И удивительно, если посмотреть на изображение, то все музы – женщины. Подавляющее большинство древних, дреческих, известных нам творцов, философов, писателей, военачальников, государственных деятелей. То есть, они все мужчины. То есть, цивилизация патриархальная действует там и на помосте видны мужчины, деятели, а вдохновляются они женщинами, богинями искусств, музами. То есть, здесь также вот такая четкая творчество, структура творческого акта в виде, по крайней мере, в Древней Греции. Мужчины активны, а женщины несут им творческую энергию. Если мы посмотрим на другую архаичную древнюю культуру, более восточную, скажем, тибетской культуры, индийской культуры, китайской культуры, то мы там также можем найти подобную структуру творческого акта. Она имеет вот такое явно выраженное эротическое начало. Такой многоуровневый сексуальный союз с мужчиной и женщиной на нескольких уровнях. На физическом уровне, энергетическом уровне, душевном уровне и духовном уровне. То есть, вот четыре уровня присутствуют. Четыре уровня любви, четыре уровня творчества. Если вы посмотрите, скажем, структуру мандалу любви согласно Древней Греции, я вам покажу сейчас эту мандалу. Она тоже имеет вот эту эротическую структуру. Так, вот она, мандала. Четыре греческих слова, соответствующие в современных языках слову «любовь» – это первое слово «эрос», это физическая любовь, любовное желание. Второе слово, которое греки использовали в любви – это «филия», это эмоциональная связь, эмоции – это проявление энергии в человеческой жизни. Третье слово «агапе» – это духовная, жертвенная любовь. И четвертое слово – это строгая, это любовь-забота, ну, в частности, родительская любовь. И вот мандалу любви. То есть, это три уровня. Уровень физический, уровень внутренней жизни, уровень духовной жизни, и особо выделено отношение, да, вот, как универсальная благорасположенность, дружба, забота о всех людях. И если мы посмотрим, вот, историю мужского и женского в Древней Греции, то она, наверное, проистекает из, вот, древней истории Платона об Андрогене. Согласно Платону, древний первый человек был единый, потом он разделился на две половинки – мужскую и женскую, которые с тех пор ищут друг друга. И силы, которые влечут их друг к другу, собственно говоря, и называются любовью. То есть, есть полярность, есть стремление, стремление воссоединиться, стремление стать единым, целым Андрогеном. И в самой структуре творческого акта присутствуют две полярности – мужская и женская. Согласно древнейшим описаниям, которые мы знаем из древней культуры, и происходит взаимодействие мужского и женского. Мужской наполняется энергией, и эта энергия имеет связь с божественным, и творит. И это древнейшая структура творческого акта. Очень важно также обратить внимание на то, как в языке, ну скажем, в русском, в латинских языках, это творческий акт, как бы его ядро, какими словами описывается. Ну, в русском языке это слово «вдохновение». «Вдохновение». Вдохновение. И даже чисто этимологически первое слово связано с актом дыхания. Мы вдыхаем, вбираем в себя. Вдох и выдох. Вдохновение, выдохновение. Воплощение иногда говорят. То есть это вот такая на интуитивном уровне психодинамика и структура творческого акта. Мы вдыхаем в себя, вдыхаем впечатления, вдыхаем обстоятельства, вдыхаем другого человека, вдыхаем ситуацию, то, что мы связаны, то, что приходит, то, что приносит нам музы, и навеиваем. Мы пропитываемся этим. Мы становимся этим. И мы воодушевляем, да? То есть вдохновляем других людей. То есть, по сути дела, когда мы общаемся, например, наша речь, что это такое? Это наш выдох. Мы выдыхаем себя другим людям. И то, что сейчас делаю я и все остальные докладчики, я выдыхаю себя, модулирую этот выдох. Связками я артикулирую ртом. И слушающие понимают это, воодушевляются, возникает контакт. То есть, глубокая этимологическая связь, существующая между дыханием и творчеством, и она отражена в таких словах, как вдохновение, инспирацион, да, латинские слова, обозначающие тот же самый процесс. И если посмотреть на корень, который означает в индоевропейских языках слово «Дыхание», мы можем найти, ну, скажем, вот есть замечательный двухтомник «Индоевропейский язык и индоевропейцы», написанный академиками Вячеславом Ивадовым и Гамкрелидзе, «Грузинский академик». И второй том этого двухтомника – это в основном тысяча корней индоевропейского языка, который лежит в основе большинства европейских языков, включая также и санскрит, индоиранский язык, вернее, извините, санскрит, русский язык, литовский и так далее, практически все европейские языки. И в индоевропейском языке слово, которое обозначает дыхание, звучит примерно, примерно как «Тхеус», в транскрипции современной «Тхеус». И от этого слова произошло греческое слово «Теос» – «Бог». И поэтому вдохновение, связь через дыхание с Богом – это контакт от этого слова латинское «Деос», и все славянские слова, означающие «дышать», «вдох», «выдох», «здох», то есть жизнь, смерть, сознание, душа, дух и все, что с этим связано. Поэтому, если мы продумаем, что такое акт творчества на глубоком этимологическом уровне, то он связан, конечно же, с дыханием и с сути дыхания. А суть дыхания – это дух. Как говорил великий индийский поэт-мистик, «Бог – это дыхание внутри дыхания». Его выражение звучит в современном переводе. Ну, я вот маленькое семя посадил своего отношения к акту творения, к вдохновению. Есть много замечательных слов, которые окружают акт творчества. Одним из замечательных слов является слово «импровизация», которое описывает сам акт спонтанного, то есть заранее неопределенного творения. Но я думаю, что мы дальше в процессе конференции через разные доклады, мастер-классы, а также круглый стол, который после доклада Виктора Федоровича Петренко у нас будет безумие творчества, будем и дальше раскрывать эту тему. На этом я заканчиваю свой доклад и должен быть дисциплинированным. Так долго уже говорил. Спасибо вам большое, если есть вопросы. Тогда мы продолжим. Член-корреспондент Академии наук России, профессор МГУ Виктор Федорович Петренко, член Президиума Ассоциации транспарциональной психологии и психотерапии. Ведь тебе нужно? Продолжение следует...